В эти дни мы с особой признательностью говорим спасибо людям, которые 75 лет назад подарили нам мир, возможность жить в свободной стране, не знать ужаса войны, строить планы на будущее. Память жива и наш долг рассказать детям, внукам, что мир и благополучие не достались нам просто. Эта миссия Всебелорусской акции во славу общей победы в крипте Всехсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей мест воинской славы. Участие в ней принял наш президент. Охапки цветов, молитвы и свечи в память о людях, пожертвовавших собственной жизнью, молодостью, мечтами во имя победы. Земля, в которой в годы войны были погребены тысячи павших в сражениях бойцов и мирных жителей, наконец обрела вечный покой в крипте храма памятника. В нишах, в том числе, уже увековечена память воинов и невинных жертв фашистских оккупантов не только из Беларуси, но и городов-героев России, Украины и других зарубежных государств. После глава государства тепло пообщался с активными участниками акции во славу общей победы и прихожанами Всехсвятского храма. Возможность задать сегодня вопрос президенту была и у ветеранов труда, военнослужащих и журналистов. Будем готовиться к завтрашнему центральному нашему мероприятию. К сожалению, времена, видите, как меняются, неоднозначно воспринимаемому вокруг. Мы действительно, как сказал здесь владыка, вынуждены стоять, как Брестская крепость. Еще раз подчеркиваю, большое видится на расстоянии. Пройдет время, люди и прежде всего вы, молодежь, оцените эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны. Прекрасная потому, что мы с вами выстояли, выстояли, как они когда-то. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили, ну и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали этих наших героев. Мы иначе не можем. Это единственная причина. Мы не можем иначе. Мы должны поступить так, как поступали они, веря в будущее. Во имя будущего, во имя нашей жизни. Спасибо солдатам, офицерам, ветеранам, генералам. Огромное спасибо передайте всем ветеранам вооруженных сил, ветеранам отечественной войны нашу благодарность. Я услышал вашу просьбу о присутствии на параде. Но вы уж помогите, пожалуйста, нам пригласить, привести тех, кто бодр, крепок духом и не только духом, но и физически. Но за свои жизни не переживайте. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили. Обязательно жили. Потому что пока живете вы, живет эта память. Вы реальные свидетели того времени. И вы сегодня представляете наших солдат, офицеров, генералов, которые после войны в тяжелейших условиях сумели отстоять мир и защитить, восстановить нашу республику. Огромное вам спасибо. Люди, которые такой дорогой ценой, ценой собственной жизни приближали победу, могут быть уверены, их подвиг не забыт. Памятные мероприятия, которые в эти дни проходят в разных уголках нашей страны, очередной повод задуматься о ценности всего, что у нас есть. И насколько это возможно выразить признательность за 75 мирных лет на нашей белорусской земле. История каждого ветерана, она всегда уникальна. И всегда поражаешься мужеству и силе воли этих людей, как они все это прошли, выдержали и как они держались. То есть вот это всегда поражает. Общаясь с каждым из ветеранов, это просто удивительно. Мы очень гордимся, когда память о подвиге народа передается с поколения в поколение. Мы воспитали детей, мы вывели внуков в люди, мы радуемся, что более молодое поколение воспринимает нас, ну, как память о тех, кто создал ему условия для мирной жизни. Для меня большая честь видеть, как посол Сербии, все, что белорус уже сделала и делает по поводу Великой Победы. Значит, просто это удивительно, это может быть примером. Молодежь учится на таких примерах. День Победы одновременно символ нашего мирного времени и напоминания о каждом третьем погибшем. Благодаря этим людям мы, новое поколение белорусов, можем не беспокоиться о своем завтра. Не просто задача, наш долг не допустить повторения тех кровавых страниц истории, не загубить все то, за что сражались наши деды и прадеды. Беларусь помнит и будем помнить их ратный подвиг.